Иметь собственную недвижимость, безусловно, большое преимущество. Не надо платить деньги за аренду или теснить родственников. Однако наличие недвижимости или земельного участка предполагает не только очевидное преимущество, но и определенную ответственность перед государством. С 2022 года для всех граждан установлен единый подход в части налогообложения квартир и жилых домов. В связи с чем, отменена льгота по налогу на недвижимость в отношении одной квартиры, находящейся в собственности физического лица. И тем самым для всех объектов недвижимости ставка налога единая и составляет 0,1% от стоимости объекта недвижимости. Вместе с тем на льготу могут рассчитывать следующие категории собственников объектов недвижимости земельных участков. Лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие право на пенсию в связи с снижением пенсионного возраста. Инвалиды первой и второй группы – несовершеннолетние, а также признанные недееспособными лица. Военнослужащие срочной военной службы или проходящие альтернативную службу. Участники Великой Отечественной войны и иные лица в соответствии с законом о ветеранах. Льгота по налогу на недвижимость предоставляется по одной квартире и одному жилому дому, независимо от регистрации в такой недвижимости трудоспособных граждан. Льгота по земельному налогу предоставляется по одному земельному участку, предоставленному для обслуживания одноквартирного блокированного жилого дома, а по земельным участкам, предоставленным для обслуживания многоквартирного жилого дома, льгота по земельному налогу распространяется на все земельные участки. Необходимо отметить, что многодетным семьям льгота предоставляется по всем объектам недвижимости, а также по всем земельным участкам, находящимся в собственности. Уплата имущественных налогов за 2022 год будет проходить два этапа. Первый – не позднее 15 ноября текущего года, как авансовый платеж в размере 50% от начисленной суммы имущественных налогов. На втором этапе – не позднее 15 ноября 2023 года – должна быть внесена оставшаяся часть. О необходимости уплаты налога плательщик будет извещен почтовым отправлением, либо через личный кабинет при его наличии. Уплатить налоги можно, не дожидаясь установленного срока – через интернет-банкинг, инфокиоск, в любом отделении банка или на почте.